В 2016 год в сфере спорта был весьма результативным. Ивановские спортсмены на всероссийских и международных соревнованиях завоевали 105 золотых наград. Число занимающихся физической культурой выросло и составило 25,3% от общего числа жителей области. Однако на отчетной коллегии говорили не только о новых достижениях, но и о старых проблемах. Прежде всего речь шла о незавершенном строительстве спортивных объектов, фоково-родниках и дворца игровых видов спорта в Иванове. В 2016 году федеральных средств на завершение строительства данных объектов не было выделено. В связи с чем не удалось изыскать денег в региональном бюджете. И строительство фактически было заморожено. В то же время по итогам взаимодействия Министерства спорта в 2016 году в настоящее время департамент проводит работу по актуализации исполнительной документации на указанные объекты с целью включения в программу с 2018 года. Непростая ситуация сложилась и со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Приволжске. В настоящее время нет понимания по окончательному началу занятий наших ребят в этом комплексе. Суббогу по причине недостаточных действий администрации Приволжского муниципального района и недостаточной работы проводимой с застройщиками. Просим администрацию района взять это дело на особый контроль и в оперативные сроки завершить все спорные вопросы. Во время коллегии директор специализированной школы Олимпийского резерва номер 8 «Спартак» затронуло болезненные вопросы, связанные с деятельностью учреждения. На «Спартаке» дети занимаются конькобежным спортом, борьбой, художественной гимнастикой и велоспортом. Комплекс стал слишком тесным для детей и педагогов. Все пять направлений на «Спартаке» – это все занятия проходят в этом едином здании. Может быть, есть смысл поднять вопрос о реорганизации школы, понимаете? Отдать приоритет каким-то видам спорта, а какие-то другие, может быть, передать в другие учреждения. Состояние здания спорткомплекса руководству тоже вызывает тревогу. Потолки и стены съедает органический грибок. Крыши, которые уже устали латать, требуют капитального ремонта. Я просто хочу сказать, что если сегодня мы не изыщем малую долю средств на ремонт этого помещения, то через несколько лет, 3-4-5, нам придется искать десятки и сотни миллионов, чтобы отремонтировать капитально это здание. В скором времени комплексу «Спартак» исполнится 50 лет, и коллектив спортшколы надеется, что сможет отпраздновать эту дату в достойных условиях. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.